приветствую вас танкисты с вами варчик в этом видео подходим к такому сложному занятию как создание обучающего контента в игре мир танков не все блогеры берутся за это занятие я постараюсь в этом видео доходчиво объяснить как влиять на исход боя как максимально быть эффективным и иметь хорошую статистику на фоне мой бой и на примере этой катки я вам постараюсь объяснить какие ключевые тезисы пункты для того чтобы максимально хорошо эффективно на конец 2023 года отыгрывать бои в начале вы видели что я немножко замешивался это я раздумывал о том куда и сколько союзников поехала мы находимся в бою где одни десятки я на топовом тяжелом танке бронированная башня у меня неплохая скорость я считаю что в нынешних быстрых боях эффективность свою нужно уже проявлять самых первых секунд и как можно быстрее захватывать преимущество для того чтобы легче затащить бой чем дольше мы считаем ворон не принося никакой пользы тем тяжелее потом будет вытащить бой но если мы ошибемся и сольемся то это тоже подарок для врага во первых я еду направо на стандартное направление направо если мы смотрим на экран и налево если мы на мини карте смотрим я считаю что это направление на карте монастырь основное но нас туда поехала очень мало поэтому во первых предполагаю что сразу врываться агрессивно не стоит поскольку нас мало и нас могут быстро убить если мы сольемся то это вред для союзников польза для врагов такое нам не надо но рассказываю я одно о том что нас мало и врываться опасно а делаю совсем другое просто сломя голову сразу несусь вперед как же я до этого додумался а все потому что я все это время смотрел на мини карту и видел как на противоположном фланге где меня нет огромное красное пятно из вражеских топовых тяжей сносят на весь фланг и несутся к нашей базе я предположил что это будет turbo слив нас пронесут очень быстро сейчас всю базу снесут и нам нужно как можно быстрее здесь хотя бы в чем-то поучаствовать это первое второе раз враги на том фланге то на моем фланг их нет значит их бояться здесь в данный момент не стоит и нужно ехать освобождать этот фланг от оставшихся врагов от тех кто сюда приехал их тут тоже должно быть немного не светилась пару пт и пару тяжей в принципе нас тут либо поровну либо там на один танчик может быть меньше но как окажется далее то здесь в принципе врагов вообще немного поскольку вражеские тяжи поехали оставшиеся два которые не светились не на основное направление а на центр и после того как я освободил фланг я решил остаться с балкончика их расстрелять поскольку они хорошо подставлялись и оставлять их на конец боя там нет смысла это первый момент а второй это то что вражеская команда которая на противоположном фланге рашила очень жестко и большими силами они доехали не все до нашей базы и как-то немножко так растерялись послевались и опасность turbo слива уменьшилась поэтому и я стал менее агрессивно действовать поскольку мне уже спешить так сильно не нужно хотя в начале боя была очень большая опасность то есть я сопоставил мини карту уши команд представил какие танки не светились где они могут находиться какая меня ждет опасность на моем фланге и что в целом по бою происходит если бы он был очень быстрый то мне за короткий промежуток времени нужно было бы хотя бы что-то успеть сделать еще дам такой совет для танкистов для общей массы как не создавать себе turbo слив и даже не давать себе возможность повлиять на исход боя не нужно ехать на не основные направления если на основных направлениях очень мало союзников вы сразу лишитесь огромного куска карты сразу лишитесь целого фланга где враги смогут разыгрывать все что не там надо а ваша команда будет зажиматься на маленьком клочке карты и скорее всего нормально врагов встретить не сможет поскольку когда место на карте остается мало то там и перекрестная вон тяжело сделать и расстреливать вас чаще всего с разных сторон есть целый ряд карт на которых нужно хотя бы просто присутствовать на основном направлении для этого нужен опыт либо же смотреть стримы топ игроков смотреть куда они едут если на основных направлениях мало танков они не могут удержать направление и это уже начинается турбобой в котором повлиять на исход боя очень тяжело а если враги видят что на направлении много танков как минимум они могут забояться рашить нагло вперед а если все-таки они поедут вперед то как минимум вы сможете разменивать союзников и влиять на исход боя есть целый ряд быстрых контактных карт где фланги представляют из себя небольшие туннельные коридоры которые очень быстро могут пронестись и создастся турбобой так вот вам нужно быть или хотя бы прикрывать эти направления для того чтобы это происходило как можно реже либо если происходит то вы хотя бы успели поучаствовать в бою в начале боя мы либо играем какие-то позиционочки либо устраиваем какие-то быстрые раши или встречу быстрого раша после того как мы все это поиграли у нас настаёт середина боя здесь уже нужно выискивать танки которые легче всего победить либо же нужно ехать защищать свою базу если там проблемы в этом бою на фоне проблем на базе нету поэтому я поехал выискивать где там кто неправильно стоит для того чтобы попробовать как-то их отправить в ангар сейчас в бою на фоне который вы смотрите будет очень интересный момент который нужно обговорить в середине в конце боя для того чтобы затащить катки не всегда нужно отталкиваться от каких-то стандартных направлений стандартных действий и так далее иногда нужно действовать совершенно не шаблонно обмануть врага застать его врасплох для этого нужно представлять что делают враги пока я с центра возвращался на этот фланг я представлял что враги по этому флангу поедут вперед и они вверх по балкончику будут подниматься и нападут на моего союзника я стою за поворотом жду пока враги проедут для того чтобы выехать им в спину таким образом застать их врасплох и с двух сторон расстрелять врагов до в бою есть арта да я могу неправильно подгадать моменты врагу может оказаться несколько это очень опасно это все и на опыте и на везение но в данном моменте немножко получилось не так как я хотел поскольку врагов оказалось больше и если бы я выехал чуть позже то 279 ранний с которым я потом один на один сражался был бы ко мне спиной но понятное дело что я все это делал вслепую поэтому как получилось так и получилось но я не расстроился не бросил момент и не пошел сливаться как попало я поехал в кличке 279 раннему для того чтобы в ближнем бою попробовать как-то победить поскольку если я просто стоял бы ну я бы ничего хорошего не сделал также еще повезло то что я ему попал в стык нлд которого нет и vld которая есть там есть очень такой толстый шов в который можно попасть и с моим понерфленным пробитием на специальных снарядах если пробитие выйдет выше среднего то в принципе что вы и видели произошло пробитие очень важное и нужное с одной стороны повезло с другой стороны но я же старался шанс что так произойдет был но мало и не повезти наверное у многих из вас возникло много вопросов на некоторые из них я постараюсь ответить но понятное дело я не могу узнать на сто процентов все что беспокоит игроков которые давно не играли или все что беспокоит игроков которые очень слабо играют ни тем ни другим я не являюсь поэтому в этом видео просто решил поделиться своими наработками своим опытом и видением того как тащить бои основные направления это я считаю те направления которые очень контактные быстрые коридорные где часто происходит раш кучей тяжей так называемые ударные кулаки которые могут пронести всю карту буквально за три минуты если эти кулаки не встречать если в этих коридорных направлениях недостаточно танков то одна из команд увидят что их много и может просто поехать снести всю карту под 0 да не всегда у них это получается для этого нужно делать перекрестный огонь когда идет в катка врагов занимать выгодные позиции с разных сторон либо просто присутствует на этом фланге для того чтобы создавать массу чтобы враги как минимум хотя бы боялись ехать вперед и бой не закончился за две минуты либо если в вашей команде собралось много танков на таком направлении и вы и ваша команда едет вперед вы тоже должны в этом участвовать вы в это время либо на другом фланге должны в игру играть либо на этом фланге где идет атака со всеми атаковать и уже в зависимости от того какого типа у вас танк первой линии либо второй линии вы должны заниматься игрой либо на первой линии либо на второй очевидно а уже позиции на всех этих направлениях нужно находить на ходу либо подсматривать у топ игроков где они какие там позиции используют что они там на стримах играют но в целом не бывает такого что ты какую-то там позицию запомнил стал в нее и все играйте вокруг меня я позицию свою занял не всегда в бою есть возможность играть какую-то классную позицию иногда приходится на ходу что нашел то играешь поскольку то нет времени то бой происходит не вокруг твоей позиции а ворон считать времени в бою нет нужно подстроиться под скорость боя он бывает быстрый бывает затягивается нужно видеть что происходит в бою вот у нас есть мини карта уши команд нужно сопоставлять информацию представлять тот танк который не светился где он находится чем занимается опыт мы набираемся в каждом бою смотрим что было пытаемся исправлять ошибки смотрим свои реплеи смотрим как играют об игроки на стримах и таким образом мы начинаем играть лучше и за все видео ни одного слова про pvp когда вы один на один кого-то разбираете а ведь это одно из самых важнейших если вы даже не можете один на один танчик забрать то какой вы бой там затащите бывают конечно и не один на один вы сражаетесь все-таки бои 15 на 15 у нас в рандоме и здесь очень сильно решает опыт и скилл знание танка своего вражеского окружения позиции механики в игре куда врагу стрелять когда у кого какая перезарядка как часто вы можете в ответ врагу стрелять когда стоит ехать вперед когда назад возможно иногда где-то от куста можно сыграть какого типа у вас танчик первой линии второй линии здесь только опыт поможет и разбираться нужно в каждом моменте отдельно как минимум для начала нужно садиться играть на сильно хороших имбовых танках которые можно либо по статистике вы смотрите либо в каком-нибудь видосики видео где рассказывается про топ танки очень много у меня на канале тоже такие есть кстати планирую обновить некоторые видосы с топ танками поскольку произошел ребаланс и на некоторых танках я набил три отметки и немного свое мнение поменял единственно что в этом видео не поделился своим опытом как тащить концовку боя хотя некоторые элементы тут были в конце боя очень важно понимать какая ситуация первое это когда у вас нет возможности как-то маневрировать вам приходится просто выбирать лучшую позицию из тех которые имеются и просто ее отыгрывать вторая ситуация когда у вас есть пространство для маневра и здесь уже нужно пытаться обманывать врага и играть по очереди разное направление самый эффективный способ как затащить концовку боя который работает абсолютно всегда и уже много лет если вашей команде танков осталось намного меньше чем команде соперников то самое эффективное это продавить то направление где у соперников меньше всего танков где легче всего для того чтобы освободить пространство развернуться и встречать оставшихся соперников с другого направления таким образом вы освободитесь от перекрестного огня и создадите себе пространство для маневра также неплохо так еще руки выпрямляются и мозги становятся на место когда поиграешь в топ ротах в кланах вы конечно же скажете что кто меня туда возьмет это же нужно уже хорошо играть но начинал я с обычного клана где полным-полно было желтеньких игроков и мы там по-своему чё-то старались что-то играли если вы хорошо себя проявите то потом можно пойти в кланы посильнее клана это конечно не очень популярное занятие но скажу вам так что там есть чему поучиться особенно если встречаются хорошие заинтересованные нормальные полевики важнейшая мысль которая мне всегда помогала развивать свой скилл это раз такой результат кто-то делает значит он что-то для этого же сделал если к этому делу подходить с такой мыслью то можно научиться на танке правильно танковать правильно реализовывать его стиль игры научиться на каждой карте играть правильное направление правильную позицию правильно действовать в различных ситуациях если у вас настройки игры какие-то не такие непонятные можно у многих топ статистов посмотреть настройки и поставить как у них можно использовать позиции каких-то топ игроков можно перенимать стиль игры рассматривать стримы как кто играет всему можно научиться если есть желание ну а по поводу того что некоторые думают нет на это времени но я смотрю многих десятки тысяч боев но как-то развивать скилл не всем интересно видимо наверное желание есть не у многих но если вы хотите развивать свой скилл желаю вам в этом успехов и удачи с вами был варчик карате красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня пока